Сегодня в центре Симферополя многолюдно сотни крымчан на площади Ленина и парке Тренева отмечают День Народного Единства. Для жителей и гостей республики организован фестиваль национальной кухни народов России, автопробег, выступления творческих коллективов. Завершится все праздничным салютом. Празднование Дня Народного Единства в Симферополе началось ранним утром с возложения цветов в памятнику народного ополчения всех времен. В мероприятии приняли участие первые лица республики. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что во все сложные периоды жизни именно народное единство поддерживало страну, спасая от разорения и внешних врагов. В этот день, конечно, мы должны собираться помнить подвиг наших предков, помнить о том, что Родина нуждается в настоящих патриотах. И сегодня, когда наш президент принимает исторические решения, и во внешней политике, и во внутренней политике, должны быть те люди, которые поддерживают курс президента, поддерживают нашу страну. Мы с вами, крымчане, авангард в данном случае, я уверен, тех патриотов, которые готовы на любой поступок ради процветания, ради развития нашей Родины России. Напоминанием не только о празднике, но и непосредственно о самом единстве для симферопольцев и гостей столицы станет уникальный арт-объект «Время Крыма». Это кованая из металла 15-тонная карта России. Она сделана в виде солнечных часов, которые будут показывать астрономическое время. Над созданием трудились более 300 кузнецов. На карте изображены достопримечательности каждого из регионов страны. Теперь постоянным местом прописки для арт-объекта станет Симферополь. Кузнецы оставляют ее здесь навсегда. И мы на ней трудились месяца, наверное, полтора раз. А так основательно, кузнецы когда приехали все, и мы уже начали ее дополнять. А основу все мы делали здесь. Симферопольцам и гостям города больше всего понравился, конечно же, Крым. Полуостров представлен в виде жемчужины и Крымского моста. А какой регион больше всего понравился? Аж, конечно. Арта, конечно, я вот хожу, все на свой аппарат снимаю, и муж тоже фотографирует. Большое спасибо за такой подарок. Мы очень благодарны всем кузнецам. Симфорично, что в пятую горячину Евгения народа единства мы вместе с вами являемся свидетелями и вместе с вами открываем уникальнейший арт-объект, в котором нет подобной респирации. Объект, который насыщен и пропитан духовно-патриотическим смыслом его содержания. Отметили праздник и еще одним не менее интересным и уже традиционным событием – автопробегом по центральным улицам города от Горького до Ворусского. И сегодня в такой день, когда именно в День народного единства мы, конечно же, не могли обойтись без наших партнеров, без ребят, с которыми мы русскую весну приносили в Крым. Это байкеры. По-настоящему вкусным можно назвать фестиваль национальной кухни народов России. На нем были представлены русская, грузинская, крымско-татарская, украинская кухни. Пользовалась у крымчан спросом и острая корейская кухня. Корейская кухня богата салатами. У нас выбор, начиная от растительных и мясных. Мясные традиционно идут острый салат. Это из курицы острый салат, из рыбы. Из растительного необычного папоротника салата. Он растет только на Дальнем Востоке. А вот запах настоящего армянского шашлыка раздавался далеко за пределы площади. Рецепт маринада, признается повар, достаточно прост. Но есть и особый ингредиент, о котором не напишут ни в одной кулинарной книге – «Готовить с душой». С душой готовить и выбрать хорошее мясо. Молодое и свежее. Других секретов нет. Просто солим, перчим, немножко сухой зелень и лук. На протяжении всего праздника на сцене проходили выступления творческих коллективов Симферополя, крымских спортсменов. Завершился День народного единства праздничным салютом. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин